Всем привет, меня зовут Владимир, я представляю компанию Фресгейт. У меня будет технический доклад, поэтому сразу хочется спросить, сколько в зале программистов. Так же много, как художников. Хорошо. Расскажу немного о себе. Я работаю в индустрии, не в игровой индустрии, я просто в индустрии разработки примерно 7 лет, работал только программистом, но попробовал все. Работал в государственных учреждениях, работал в больших компаниях, в маленьких, делал разные проекты. Поэтому, когда я пришел в игровую индустрию, у меня есть такой более широкий взгляд, могу предложить что-то новое. Я хочу поговорить о такой проблеме, как фризы в играх или лаги, все вы с ними сталкивались, я сам играю в игры всю свою жизнь, и меня всегда лично раздражала эта проблема. Я считаю, что с ней можно справиться раз и на седа. Давайте пробежимся немножко по примерам. Допустим… Как? У меня всегда все ломается. Это нормально. Так, давайте еще раз. Ага, блин. Куда все крутится? Так, начнем с примеров. То есть при загрузке игры или смене локации у нас всегда происходит большой лаг. Как правило, пользователи не обращают на это внимания, но это с точки зрения геймдизайна скрывается обычно какой-нибудь картинкой. Хорошо, если у нас в тот момент вообще, в принципе, двигается курсор. Но это не сильно бесит пользователей, просто чтобы знать. Значит, самые раздражающие лаги, которые у нас происходят при обработке пользовательского ввода. То есть обычно, когда вы, допустим, хуже всего играете в шутер, двигаете мышь, и она двигается неравномерно, а рывками. Обычно эту проблему пытаются исправить с помощью сглаживания. То есть предрасчитывается несколько кадров, и потом они выводятся через равное время. Но из-за этого возникает другая проблема, как бы инертность курсора. То есть наверняка вы замечали, бывает такая проблема, начинаете двигать мышь влево, а вот курсор обозначен красной точкой, он еще остается на месте. Особенно если у вас мало FPS, там 10, допустим, вы будете это очень сильно замечать. Потом, соответственно, вы начинаете вести мышь в другую сторону, а она продолжает двигаться туда же. Ну и когда вы играете на большом FPS, на 60, то проблема все равно будет, потому что у вашего курсора будет как бы 20 FPS. Ну не все игроки это замечают, но профессиональные игроки очень сильно видят. Давайте поговорим, почему так происходит. Вот наш компьютер можно очень упрощенно изобразить в виде такой корзиночки, в которую мы складываем задачи, а они оттуда исполняются с определенной скоростью. И до тех пор, пока мы кидаем задачи туда не слишком быстро, он их будет нормально выполнять, все будет хорошо работать, гладко, здорово. Как только у нас мы начинаем накидывать много задач, а в случае с играми это всегда будет так, игры очень ресурсоемкие, приложения. У нас возникает очередь, и задачи, чем дальше они в очереди, тем больше возникает задержка. Принципиально на спичках таким образом появляются лаги. Почему так происходит? Все компьютерные игры во всех известных движках, будь то Quake Engine, Arial Engine, Cry Engine и даже всякие неизвестные самописные движки, используется основной игровой цикл. То есть все игровые системы, каждый кадр они отрабатывают, делают немножечко работы. И в финале кадра у нас рисуется кадр. Если мы хотим, допустим, какую-то частоту кадров 60 фпс, комфортно, это означает, что на каждый кадр у нас будет отводиться всего 16 миллисекунд. За это время нужно выполнить все расчеты. И если хоть где-то будет ошибка, там долго будут считаться коллизии или анимации, там звук или какие-то расчеты от программистов, обязательно возникнет фриз. То есть каким образом обычно решают эту проблему на Unity? На Unity есть такая технология, как коррутины. То есть когда у нас есть какой-то тяжелый кадр, который долго считается, и вот я отметил 24, допустим, миллисекунды дольше, на этом моменте возникает фриз. Мы берем и разделяем работу на несколько частей и размазываем ее по нескольким кадрам. Что в итоге получается? В каком-то тестовом примере, еще раз, допустим, взяли пустую сцену и загрузили какой-то сложный объект, словили фриз, видим, у нас есть проблема. Загрузили с помощью коррутины, проблемы нет. В теории все хорошо. Но на практике мы зарасходовали вычислительный бюджет в других кадрах. И это является проблемой. Что я предлагаю делать? Я предлагаю программистскую часть работы. Кто вчера, может быть, присутствовал, рассказывали, делили вот этот вычислительный бюджет на 50%. 50% программистам, 50% на вычисление всяких анимаций. Я возьмусь утверждать, что все вот эти 50%, которые расходуются на вычислительную часть, именно программистскую, их можно вынести полностью, используя многопоточность. Еще про коррутины в Unity. У них есть другие недостатки, кроме того, что они работают в том же потоке и забирают вычислительный бюджет. Ими неудобно пользоваться для программистов. Неудобно возвращать значения, из-за чего приходится писать все в одном длинном методе. И неудобно обрабатывать ошибки. Значит, что мы будем делать? Будем выносить в другие потоки. Если они будут где-то тормозить в фоне, то есть как это будет выглядеть для пользователя. Вот, допустим, есть у вас игровой персонаж, а у вашего игрового персонажа есть помощник. И вы командуете вашему помощнику, типа, беги туда. А вычисление пути – это тяжелая вычислительная операция. И в этот момент, допустим, у вас… Крутьте камеру, кадры как бы сдергиваются. Это неприятно. Если мы отправим эту сложную операцию в фон, вычисляться в фоновом потоке, то никакой просадки по кадрам не будет. Но вы, допустим, нажмете на этот персонажа, помощнику куда-то бежать, он там две секундочки потупит, потом побежит. Но кадры не просадятся. Это гораздо приятнее для пользователя. То есть вот ради чего все затевается. Вообще многопоточность традиционно считается сложной темой. Все ее боятся, потому что там нужно создавать вот эти потоки, колбейки, какие-то данные там таскать туда-обратно. Но на самом деле в языке, по крайней мере, в C-шарпе существуют хорошие абстракции. Они существуют уже очень давно, порядка 15 лет. И в самой Unity их поддержка, не знаю, когда появилась, но чуть как бы позже. В общем, всем этим надо пользоваться. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Во-первых, нам не нужно самим создавать потоки. Есть такая абстракция, как ThreadPool. Мы можем отправлять туда свои задачи. Там вот кружочками обозначены несколько готовых потоков. Крутятся в ожидании, ждут наших задач. Они их выполняют. Потом задачи поступают обратно. Как это будет выглядеть в коде? Очень просто. Вот наш метод на Unity. Поток Unity заходит. Мы здесь выполняем какую-то работу, которую нельзя отделить от этого потока. Допустим, получаем координаты от персонажей. И мы можем таким вот образом отправить в ThreadPool задачу, что-то с этими координатами посчитать. Какая проблема у этого подхода? Вот на этом месте мы задачу отправили, и наш основной поток, он тут же продолжает выполнение дальше, не дожидаясь того, что выполнится в фоне. Если нам данные какие-то нужны, то нужен более другой современный способ. Это асинхронные методы. Я не буду пускаться в большие технические подробности, потому что у меня всего полчасика. Но, в общем говоря, что происходит? Мы можем написать код в одном методе, так же, как будто он работает однопоточно, как мы к этому привыкли, все легко. Но что у нас здесь происходит? Мы исполняем свой код, так же, как с ThreadPoolом создаем задачу, отправляем его в фоновое выполнение, и на вот этом вот месте мы отпускаем поток Unity, он выходит и начинает делать какую-то другую работу. А после того, как наша задача закончится, мы здесь снова попадем в поток Unity. То есть вот этот остаток метода, он будет поставлен в планировщик и выполнен в потоке Unity. То есть очень удобно. Получаем координаты от персонажа, делаем какие-то вычисления с ними, и потом мы снова попадаем в поток Unity с помощью магии, которую делает компилятор. И все работает. Здорово. Всем советую как бы программировать таким способом. То есть мы можем избавиться от лагов, которые возникают из-за того, что нам требуются тяжелые вычисления. Но также есть еще другая проблема. Когда мы работаем с вводом-выводом, допустим, пишем что-то на диск или в сеть, то есть у нас тоже возникают задержки. На Unity из-за этого нам приходится делать вот эту неудобную корутину, и в каждом кадре проверять, закончилось выполнение или нет, закончился наш HTTP запрос или нет. Кроме того, что это просто некрасивый код, это еще и расходует ресурсы. То есть у нас может быть очень много таких корутин, которые вращаются и что-то проверяют. То есть также мы можем дождаться, когда выполнится запрос, вернуться, все здорово, красиво. Асинхронные методы, в отличие от корутин, можно удобно связывать. Единственная разница, что обычный метод, который ничего не возвращает, он возвращает void. В случае с асинхронным программированием мы возвращаем task. Это такой объект, который хранит информацию. Ну так как выполнение у нас происходит не сразу, а оно отложенное, то в этом объекте у нас сохраняется информация об ожидании и об ошибках. Соответственно, здесь, когда мы попытаемся, то есть вот мы вызвали этот метод doSomethingElseAsync, он отработал, он работает в фоне, а мы здесь ожидаем. Если он, допустим, вернет какой-то exception, он будет здесь развернут. То есть разница просто в том, что вместо слова void пишем task. Значит, если хотим вернуть какое-то значение, то пишем не просто int, а оборачиваем его в task. Значит, с обработкой ошибок. То же самое, как в обычном коде. Был какой-то метод, в нем случилась ошибка. Мы можем просто поймать через strike edge. И нам не важно, что это выполнение растянуто во времени, что оно может выполниться не сразу. Когда выполнится, тогда выполнение продолжится. Значит, вот пример. Заменяем корутины. Обычная корутина. Чуть-чуть переписываем. Работает в асинхронном виде. Как бы им можно составлять цепочки из этих методов. Значит, есть вот такая штука, как загрузка ресурсов. Она в Unity тоже загружается через корутину. Вот так, как я написал здесь. Пока в Unity из коробки написать нельзя. Но будьте уверены, скоро Unitec придут, сделают. Они догоняют основной C-sharp stack. Вот сейчас есть небольшой набор методов расширений, которые можно добавить к Unity. Чтобы такой код заработал, кому интересно, могу отдельно рассказать. То есть это делается для того, чтобы мы уже… То есть мы не получим выигрыша в производительности, но мы получим красивый код. Мы уже можем прямо сейчас начать писать хорошо. А когда API Unity догонит .NET в этом плане, то мы просто выкинем наш костыль, а работать все будет. Вот так. Для того, чтобы в самой Unity заработали все последние фишки, переключаемся на последнюю версию рантайма и переключаемся на последнюю версию API. Я знаю, что многие боятся переходить на новые версии, потому что у них что-то сломается. Но вот мы на своем проекте переключили, и у нас все работает, все здорово. То есть даже лучше, если есть какой-то старый проблемный код, то он отвалится, его сразу убрать, и в проекте все будет хорошо. Ну, это, в общем-то, все. Спасибо за доклад. Вопрос такой, ну, пара вопросов. Если мы начинаем какой-то проект и знаем примерно его масштабы, что это будет крупный проект, нам нужно сразу закладывать многопоточность в архитектуру, то есть учитывать ее как-то заранее? Либо мы можем сделать как можем, а потом переходить в многопоточность в случае, там, кризов или просадки производительности? Вот вы знаете, надо всегда исходить из того, что вы умеете. То есть когда вы пытаетесь что-то сделать, потому что это хорошо, потому что все говорят, что это хорошо, у вас не получится сделать хорошо. Если все вокруг говорят, что нужно делать юнит-тесты, но вы сами не прочувствовали этого, и у вас нет в команде какого-то опытного человека, имеющего экспертизу в этой части, и вы начнете делать просто, чтобы было, у вас получится плохо. Здесь как бы то же самое. То есть если есть экспертиза многопоточности, лучше, конечно же, начинать приложение и проектировать его сразу многопоточно. Давайте сейчас я вернусь к предыдущему слайду с основным циклом. Здесь если немножко пофантазировать и начать, допустим, разрабатывать свой движок, что, конечно, очень сложно и дорого, я бы предложил рефлексивную модель, то есть все вот эти системы отделить по отдельности. И чтобы они работали, каждая там в своих каких-то потоках, создавали свои задачи, не влияли друг на друга и обменивались друг к другу с помощью событий. А в основном цикле оставить только кадры и пользовательский ввод, потому что они нам по природе цикличные, они нам постоянно нужны. Но в реальной жизни перевести какой-то проект, который уже работает на такой системе, очень сложно. И если вы начинаете новые проекты, как бы нет такого опыта, то тоже очень сложно. Поэтому лучше взять вот этот цикл и просто его разгрузить, все лишнее из него убрать. То есть это на 95% решит саму проблему с производительностью, и у вас не возникнет дополнительных сложностей в разработке. Спасибо. Еще вопрос. Я, честно, давно программировал, именно сам лично. Вот в C, как я помню, там с потоками были специальные приблуды, скажем так, для безопасности. То есть там были мьютексы, с помощью которых можно было блокировать потоки, чтобы там, грубо говоря, нам что-то не сломать. Как в Unity с точки зрения безопасности вообще? То есть когда мы делаем много поточность, есть ли какие-то подводные камни, из-за которых мы можем там все сломать, не знаю, там угробить нашу производительность или еще что-нибудь? Или там сейчас все очень казуально и просто, ну, если так выражаться? Ну, конечно, появились новые абстракции, все стало немножко попроще. Как минимум, вам самим не нужно создавать потоки. Но, конечно, синхронизация вам тоже нужна. Но здесь смысл такой. Самая сложная часть в программировании – это просто научиться программировать, научиться строить различные абстракции, там ООП, паттерны, вот это вот все. Как бы многопоточность сама по себе не является сложной. Просто когда вы плохо программируете, то она умножает ваши проблемы. Когда вы программируете хорошо, ничего в этом сложного нет. И еще основное зло – это разделяемое состояние. То есть когда вы изолируете объекты, их состояние в маленьких каких-то классах, то у вас все нормально. И вам будет легко в многопоточности на вот эти объекты навесить мьютексы и организовать к ним безопасный доступ. Конечно, если у вас какие-то статические классы, и вы в них храните, допустим, вот есть статические классы, в нем у вас хранятся настройки. И его защищать будет сложнее, потому что к нему все имеют доступ. Ну, в общем, короче, такая рекомендация. Избегать статического состояния и делать хорошие абстракции. Владимир, а что насчет Entity Compound System? Новую, которую Юрий Филипп? Я с ней не успел глубоко познакомиться. Я сам еще не так давно именно в геймдеве. То есть я был в разных областях разработки. Геймдев пришел недавно. Ну, из того, что я читал, как бы если у вас много объектов на сцене, то попроще как бы с ней работать. Но она привносит какие-то новые сложности. Ну, короче говоря, навык программистов должен быть выше. То есть если они понимают, зачем им нужна вот эта Entity Comp ETS, то можно с ней попробовать. Она заточена на многопоточных, как я понимаю. Не уверен, не могу сказать. Здравствуйте. В общем, на слайде у вас, где была старт с корутиной и ниже был с wait.sin. Сейчас найдем. Да, подальше, подальше. Вот. Да, да, да. Вот сейчас Unity вообще поддерживает такую сигнатуру для старта? Да, поддерживает. То есть вот видите, я сделал скриншот из Unity, и старт у нас синий цвет. Если бы не поддерживал, был бы черненький. Нет, я имею в виду, что он понимает то, что это должно выполняться. Ну, в смысле, если у нас старт возвращает в wait, он его просто запускает. Если у него там и нумератор, то он его, ну, как корутину запускает. Да. Да, ну, смотрите. А если со свинком, он ее запускает как… Происходит примерно то же самое. Давайте я вам объясню. Смотрите, у вас есть, допустим, на сцене 100 скриптов, и в каждом скрипте лежит там старт и апдейт. Это значит, что Unity начинает в своем потоке работать. Ну, это же фреймворк, да? Нам она управление дает только на время. Она там считает графику, физику, а в какой-то момент она решает заняться нашими скриптами. И она такая раз, и заходит в наш старт в нашем скрипте. Она в него зашла, сделала работу, вышла. Вот. Потом в следующий скрипт, в следующий, в следующий. То есть вот это делает Unity-планировщик. Он выполнит 100 вот этих стартов при первом кадре, и потом по 100 апдейтов в каждом отдельном кадре. Что происходит, если у нас вместо старта ай-енумератор? Он за первый кадр выполнит только первую вот эту часть до уилда. Вот. А потом при последующих кадрах вот эта корутина будет попадать в планировщик, пока она не закончится. Здесь абсолютно такая же логика. Вот у нас вот этот метод, async, она в него заходит, соответственно, выполняет начало, и пока не пройдет одна секунда, вот эта оставшаяся часть метода не попадет в планировщик. То есть на самом деле, что делает вот эта абстракция? Она разбивает вот этот метод на несколько методов. Она создает… Ну, давайте немного углубимся в детали. Она создает на самом… Компилятор создает класс, в котором у нас хранится ссылка на несколько делегатов. То есть каждое место, где await наш метод разбит, оно вот из этих кусочков создает делегаты, все их сохраняет в этом классе. И каждый раз, когда в этот метод заходит управление, там стоит машина, крутится, переключает состояние. И мы каждый раз попадаем в новый метод, пока они у нас не закончатся. То есть раньше, когда вы программировали многопоточно, и почему это было сложно, вы должны были сами написать вот этот класс, написать машину состояний, и все вот это сделать. И пока вы этим занимаетесь, это вас отвлекает от вашей бизнес-задачи, вы про нее забываете. Ну, в общем, когда много всего в голове, теряете контекст. То есть теперь компилятор делает это вместо вас, и очень просто программировать. Просто вопрос был в том, что типа Unity понимает уже, да? Да, Unity понимает. Спасибо большое за доклад. Есть вопрос, есть такая небольшая ремарка, поскольку прозвучал вопрос про ESS. Настоятельно советую ознакомиться. Вещь классная является, по сути, будущим кеймплей разработки. Ближайший пример, который был сделан на базе ESS, это Overwatch. Это позволило иметь из коробки хорошую производительность и совершенно классный реплей, преддикшены, кучу полезных вещей. Если интересно, мы уже потом пообщаться, могу скинуть несколько статей. Касательно доклада, какие задачи вы выносите на другие потоки? Во-первых, в первую очередь, долгие вычислительные задачи. Как я сказал, например, поиск пути – это долгая задача, и нет смысла считать ее в пользовательском интерфейсе, иначе мы рано или поздно словим фриз. И задача ввода-вывода. И я правильно понимаю, что вы как бы… А, ну вы используете ThreadPool определенно. То есть у вас есть некоторые критерии, что, например, на этот поток у нас отправляются физические задачи, или на этот у нас… Я бы предлагал не мыслить потоками, я бы предлагал мыслить задачами. Потоки у нас возникли исторически. Но будущее за тем, что программист вообще, может быть, и не будет знать слово поток. Ты просто задаешь задачу, отправляешь ее на выполнение. Хорошо, большое спасибо. Пообщаемся после презентации. Есть чего рассказать вам. Хорошо. Продолжение следует...